Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Депутаты возмутились из-за завышенной стоимости стелы в сквере трудовой славы. Во время заседания постоянной комиссии Гордумы по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры, депутат Владимир Малков заявил, что по имеющейся у него от кировских строителей информации возвести подобную стелу можно в два раза дешевле, чем это делается сейчас в Кирове. Договор, напомню, заключен на 62 миллиона рублей. По словам главы администрации Вячеслава Симакова, ни одна местная компания браться за работы не захотела. Цитирую. У нас та же ситуация по остановкам общественного транспорта. На словах, готовы сделать за 100 тысяч, а когда доходит до дела, никто за эти деньги не берется, сказал сити-менеджер. Депутаты возразили, что кировским строителям с просьбой взяться за установку стелы обращались задним числом, то есть когда подрядчик уже был найден. В Кировской области открылась ферма насекомых. Компания «Дракон» производит корма для животных из личинок тропической мухи. Как объясняют в компании, белок, полученный из опарышей, является альтернативой традиционным мясным продуктам. Давать такой корм можно рыбам, черепахам и даже собакам. Реализует продукцию на маркетплейсах и в зоомагазинах. При этом удалось не только создать альтернативный белковый корм, но и организовать безотходное производство. Так, на корм опарышам идут фрукты и овощи, непригодные для реализации в магазинах, а гумус от жизнедеятельности насекомых поступает в продажу как биологически чистое удобрение. Почти две тонны грибов экспортировали из Кировской области в Корею, причем возникла у корейцев потребность в таком необычном грибе, как ежовик пестрый. Такая продукция была экспортирована из Кировской области впервые, рассказали в управлении Россельхознадзора по Кировской области. Из нашего региона отправилась партия почти в две тонны сушеных грибов. Груз был полностью проверен и получил фитосанитарный сертификат. Ежовик пестрый считается съедобным грибом, но вкус его специфический, поэтому чаще всего используется только небольшое количество этих грибов для придания насыщенного аромата блюдам. Корейцам гриб нужен для производства пищевых добавок. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.